МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздничные мероприятия в столице Кабардино-Балкарии начались с самого утра. На площади 400-летия к памятнику навеки с Россией члены правительства и глава республики возложили цветы. А после открыли сразу несколько социально значимых объектов. Подарки к юбилейной дате преимущественно были спортивными. После реконструкции аккурат к 455-летию Союза Кабардино-Балкарии и России открыт сегодня республиканский детский стадион. Теперь он совсем не такой, каким был почти полвека назад. На месте старых трибун и дорожек сейчас физкультурно-оздоровительный комплекс, легкоатлетические дорожки и залы для настольного тенниса. Новое искусственное футбольное поле сегодня тоже опробовали. Право первого удара в товарищеском матче юниоров отдали главе Кабардино-Балкарской республики. А это еще один не менее значимый спортивный объект для региона. Универсальный спорткомплекс, крупнейший и в республике, и в округе. Только начало большой задумки по строительству здесь, в парковой зоне города, целой спортбазы международного уровня. Боксерам, борцам и дзюдоистам к юбилейной дате и дню государственности особый подарок. Двухэтажный комплекс, объединивший секции сразу по всем игровым видам спорта. Я надеюсь, что таких спортивных комплексов будет не только в городе Нальчике, в районе, в районных центрах. Мы постараемся реализовать программу, которую наметили. Всех вас с праздником, всех вас с новым спортивным комплексом. Успехов! А микрорайон Придгорный сегодня пополнился новыми жильцами. Арсен Коноков открыл многоквартирный восьмоэтажный дом по программе ипотечного кредитования. Глава республики проверил качество постройки и планировку новых квартир. Как после проконтролировал и строительство первой в республике частной школы «Успех». Это еще один подарок. Построенная на средства главы, она сегодня передана Министерству образования и науки Кабардино-Балкарии. А в эти минуты на площади Абхазии начинаются традиционные народные гуляния. Большой этнографический праздник организаторы назвали «Венок дружбы». Свои подворья развернули города и районы. На КБР на площади работает и съемочная группа вестей Кабардино-Балкария. На прямую связь со студией готов выйти специальный корреспондент нашей программы Альберт Карцаев. Доброго дня, Альберт. Расскажите, что прямо сейчас происходит на площади Абхазии. Здравствуй, Арина. Сегодня площадь Абхазии хлебосольна как никогда. Все районы Кабардино-Балкарии представили здесь свои национальные подворья. Каждое муниципальное образование старается удивить тех, кто сегодня пришел на площадь Абхазии. Людей здесь, как вы видите за моей спиной, очень много. И у них у всех праздничное настроение. Жаль, что камера не может передавать запахи, а то бы вы услышали аромат жарящихся лакумов, отварного мяса, шашлыки где-то я слышу запах. Вы видите, за моей спиной монтируют оборудование. С минуты на минуту должны здесь начать концерт с участием звезд местной эствады. И праздник обещает быть очень красивым, грандиозным. Спасибо. Напомню, на прямой связи со студией с площади Абхазии был наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Сегодняшним праздником посвятили и две выставки. Фотоработы разместили в Музее изобразительных искусств, а вот экспозицию картин в Национальном музее. Среди гостей творческой интеллигенции открытия доверили министру культуры КБР Руслану Фирову. Осень 2012 посвятили республике. Основой экспозиции в Национальном музее Кабардино-Балкарии стали 60 произведений местных авторов, участвовавших недавно в зональной выставке Юга России. Из Ростова вернулись лучшие произведения. В них прошлое, будущее и настоящее. Техника письма порой самое неожиданное. Новая подача мысли. А временами и удивление автора, перенесенное на холст. А вот в Музее изобразительных искусств экспозиция работ фотохудожников. Авторская интонация, возврат в прошлое, яркая палитра и сдержанная графичность черно-белого заставляют зрителя прочувствовать признание художников любви к Кабардино-Балкарии. Сегодня в День знаний школы республики распахнули свои двери для 100 тысяч учеников. Цветы, поздравления и первый звонок. О том, как прошли торжественные линейки, расскажет Наталья Булат. Она успела побывать уже в двух школах Нальчика. В столичной школе номер 4 линейку по случаю начала учебного года начали торжественно с гимнов России и Кабардино-Балкарии. В этом году первый звонок здесь прозвучал для 138 учеников. Первоклассникам практически сразу устроили своеобразный экзамен, тестировали на знания стихотворений. Малыши с задачей справились. Внимание уделили и выпускникам. Для них это последний год детства. Если честно, я жалею, хочу в класс 7-й, 8-й, где было весело, где можно было еще посмеяться, а сейчас уже все серьезно. Рад, что уже 11-й класс, еще один год и закончится школа. Планирую успешно закончить 11-й класс и поступить в институт. В 27-ю столичную школу поздравить учеников с праздником пришел заслуженный тренер России Махтим Акаев. За много лет он вырастил целую плеяду тяжелоатлетов. О самом сильном его воспитаннике, призере двух олимпиад Хаджимурати Акаеви, сегодня знает весь мир. Занимайтесь спортом, танцами, педагогими кружками. Это все вам в жизни пригодится. Чтобы мы всегда могли гордиться вами. Чтобы вы всегда прославляли нашу любимую кавардино-балкарию, Россию. Чтобы выросли достойными сыновьями нашей великой России. Учащимся в этот день устроили настоящее театрализованное представление. Сначала с похищением педагогов, после первоклашек. Но в итоге все закончилось хорошо. Правильнее будет сказать, все начинается хорошо. Наталья Булат, Осман Казаков, Вести, Кабардино-Балкария. И еще об одном событии, посвященном Дню государственности КБР, ежегодном забеге на Эльбрус. На этот раз отличился один из его участников, который решил во что бы то ни стало справить свой день рождения на высочайшей вершине Европы. Дата не круглая, но впечатляющая – 77 лет. О неиссякаемой энергии и необычайной силе духа в репортаже моего коллеги Казбека Гикиева. Бориса Степановича Коршунова в альпинистском сообществе называют «Дядя Боря». Заслуженный испытатель космической техники. Ветеран космонавтики России за 77 лет жизни, покоривший не одну вершину, на этот раз идет на свое 77-е восхождение на Эльбрус. «Магия семерки», седьмой по счету забег, 0,7 регион, 7 утра, старт, дан. Протяженность маршрута 12 километров, перепад высот 3240 метров. По сути, это своеобразный высокогорный марафон. Только в отличие от равнинных бегунов, эти спортсмены цели перед собой ставят очень высокие. Выше в Европе не бегают. Трасса разделена на два участка. Категория «Экстрим» от Поляна Азау и более короткий классический маршрут от приюта Бочки. На этот раз подъем занял всего 2 часа 28 минут. Есть новый рекорд. Сыграла ли тут роль мистика чисел, сказать трудно. У триумфатора свой секрет успеха. Тренировки и грамотная акклиматизация. Заветную комбинацию из семи семерок удалось сложить и Борису Коршунову. За него команда ежегодного фестиваля International Elbrus Race болела с особым пристрастием. Внизу у подножия поздравляли не только товарищи. Местные жители, случайно оказавшиеся свидетелями необычного дня рождения, в стороне оставаться тоже не захотели. Ну а сам ветеран альпинизма уже нацелился на новые высоты. Основная масса людей уже не думает, как вот там болит, тут болит. Если я буду то же самое думать, то я остановлюсь. Я сюда никогда больше не приеду. Я буду там ходить по комнате или пойти выпивать, закусывать или еще что-то такое. Поэтому надо жить будущим, постоянно. Из-за плохой погоды до финиша на этот раз удалось добраться только нескольким спортсменам. Но команда International Elbrus Race показала пример настоящей высотной дружбы. Спускаясь, участники забега спасли филиппинского туриста, обессилевшего на склоне. Для Матиаса Персона из Швеции отсчет только начался. Он впервые бежал до высшей точки Европы. Одной из семи вершин, семи частей света, которые мечтают покорить каждый альпинист. Это все, о чем мы успеваем вам сообщить. Еще раз с праздниками, приятного отдыха и до встречи.